Когда я готовился к выступлению на этой конференции, мне неожиданно позвонил отец. Он сказал, что утром во сне умер мой младший брат. Я был потрясен. Ему было всего 51 год. Размышляя о нем, я почувствовал, что мне нужно поделиться с вами некоторыми фактами из его жизни. Я делаю это с разрешения семьи. В юности мой брат был красивым, дружелюбным и общительным парнем. Он был абсолютно предан Евангелию. Достойно отслужив на миссии, он заключил брак в храме со своей возлюбленной. Они были благословлены рождением сына и дочери, его будущее было безоблачным. Но он поддался слабости. Ему захотелось жить в свое удовольствие, что в конце концов стоило ему здоровья, брака и членства в церкви. Он переехал подальше от дома и продолжал вести саморазрушительный образ жизни больше 10 лет. Однако Спаситель не забыл и не оставил его. Со временем боль отчаяния помогла моему брату открыть свою душу духу смеянию. Чувства гнева, протеста и агрессии стали исчезать. Подобно блудному сыну, он пришел в себя. Он стал обращаться за помощью к Спасителю и стараться вернуться на правильный путь. И верные родители никогда не отказывались от него. Он прошел путь покаяния. Это было нелегко. Проведя в ней церковь 12 лет, он повторно крестился. В конечном счете было восстановлено его священство и его храмовые благословения. Он был благословен знакомством с женщиной, которая не побоялась его проблем со здоровьем, вызванных его прежним образом жизни. И они были запечатаны в храме. У них родились двое детей. Несколько лет он преданно служил в качестве члена епископства. Мой брат умер в понедельник утром, 7 марта. В предыдущую прадницу вечером они с женой посетили храм. В воскресенье утром, за день до смерти, он провел урок в своей группе первосвященников. Вечером он лег спать и уже не проснулся в этой жизни. До того времени, как он восстанет в воскресенье праведных. Я благодарен за чудо искупления в жизни моего брата. Искупление Спасителя всегда доступно каждому из нас. Искупление становится доступным для нас через покаяние. Если мы каемся, Господь дает нам возможность оставить свои ошибки в прошлом. Вот. Тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается. И я, Господь, их больше не вспоминаю. Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот, он исповедуется в них и оставит их. Каждый из нас знаком с кем-то, у кого были серьезные испытания в своей жизни, кто сбился с пути или пошатнулся в веи. Возможно, это человек ваш друг или родственник, один из родителей или детей, ваш муж или жена. Возможно, это человек вы сами. Я обращаюсь ко всем, каждому из вас. Я говорю о чуде искупления. Мессия пришел в этот мир, чтобы искупить человечество от падения Адама. Все в Евангелии Иисуса Христа указывает на искупительную жертву Мессии, Сына Божьего. План искупления не осуществился бы без искупления, а потому Сам Бог искупает грехи мира, чтобы выполнить план милосердия, удовлетворить требования правосудия, чтобы Бог мог быть Богом безупечным, праведным Богом, а также Богом милосердием. Искупительная жертва могла быть совершена только безгрешным Сыном Божьим, ибо впавший человек не может искупить свои грехи. Искупление должно быть бесконечным и вечным, чтобы охватить всех людей во всей вечности. Своими страданиями и смертью Спаситель искупил грехи всех людей. Его искупление началось в Гефсиманском саду, продолжилось на кресте и достигло наивысшей точки во время воскресения. Да, именно так он будет поведен, предан распятию и умерщлен, и плоть подчинится смерти, и воля Сына будет поглощена волею Отца. И Его искупительной жертвой, душа Его, будет принесена в жертву за грехи. Как единородный Сын Бога, Он унаследовал власть над физической смертью. Это дало Ему возможность поддерживать себе жизнь, когда Он страдал свыше того, что может перенести человек, если не умрет от этого. Ибо вот, и с каждой поры выступила кровь на теле Его, и так велико было мучение Его за злодеяние и беззаконие народа Его. Но Он не только заплатил за грехи всего человечества, но и взял на Себя мучения и болезни народа Его. Он также взял на Себя их немощи, чтобы утроба Его преисполнилась милостью, чтобы Он мог познать во плоти Своей, как Ему помочь народу Своему в их немощах. Спаситель ощутил на Себе тяжесть страданий всего человечества, страданий из-за грехов и голя. Он взял на Себя наши скорби и понес наши страдания. Своим искуплением Он исцепляет не только грешников, но и невинных, пострадавших из-за этих согрешений. Если невинные проявят веру в искупление Спасителя и простят согрешившего, они тоже смогут исцелиться. Бывают времена, когда каждому из нас необходимо освобождение от угрызений совести, которое становится следствием ошибок и грехов. Если мы каемся, Спаситель избавляет нас от угрызений совести. Благодаря Его искупительной жертве нам прощаются наши грехи. При условии покаяния искупление всегда доступно каждому человеку, какими бы ни были наши грехи, за исключением грехов непростительных на условиях покаяния. Вследствие Своей бесконечной любви Иисус Христос призывает нас покаяться, чтобы мы не страдали от полного веса собственных грехов. Покайся, дабы страдания Твои не были тяжкими, настолько тяжкими, ты не знаешь, до чего они имена верными, ты не знаешь. Да, и как трудно переносить их, ты не знаешь. Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаяться. Но если они не покаяться, то должны будут страдать именно так, как Я страдал, кое страдание заставило Меня, самого Бога, величайшего из всех, то и питать от боли, истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом. Спаситель предлагает исцеление тем, кто страдает от греха. Вернитесь ныне ко Мне, покайтесь ваших грехов, и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас. Иисус Христос, великий целитель наших душ, за исключением непростительных грехов, нет таких грехов или согрешений, боли или горя, которые были бы не подвластны исцеляющей силой Его искупления. Когда мы грешим, сатана говорит нам, что теперь мы безвозвратно потеяны. Напротив, наш Искупитель предлагает искупление всем, и вам, и мне, какие бы ошибки мы не совершили. Даже вам, и даже мне. Паранализируйте свою жизнь и задумайтесь, есть ли какие-то моменты, которые вам следует изменить. Совершили ли вы ошибки, которые вы все еще нужно исправить? Если вас гнетет чувство вины, сожаления или гнева, я призываю вас искать помощи. Покайтесь и оставьте свои грехи. Потом молите Бога о прощении. Постарайтесь получить прощение у тех, кому вы причинили зло. Простите тех, кто обидел вас. Простите себя. Если необходимо, обратитесь к епископу. Он посланник милости Господа. Он поможет вам победить в вашей борьбе с грехом и стать чистыми. Погрузитесь в молитву изучения священных писаний. Поступая так, вы ощутите освящающее влияние Святого Духа. Спаситель сказал, «Приготовьтесь и осветитесь имя. Да, очистите сердца ваши, омойте руки и ноги ваши предо мной, дабы я мог сделать вас чистыми». Если мы очистимся силой его искупления, Спаситель станет нашим ходатаем перед Отцом, молясь о нас. Отче, смотри на страдания и смерть того, кто не совершил греха. В ком было твое благоволение, смотри на пролитую кровь сына твоего, на кровь того, кого ты отдал. Дабы ты сам был прославлен. А потому, Отче, пощади этих братьев моих, верующих во имя мое, дабы они могли прийти ко мне и иметь жизнь вечную. Каждому из нас была дана свобода воли. Все люди вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества или же избрать рабство и смерть, подобно власти дьявола. Много лет тому назад мой брат использовал свободу воли, выбрал образ жизни стоящему здоровью семи членств церкви. Много лет спустя он вновь применил свободу воли, когда решил покаяться, привести свою жизнь в соответствии с учениями спасителя и родиться заново с помощью силы искупления. я свидетельствую свидетельствую о чуде искупления. Я видел его исцеляющую силу в жизни своего брата и ощутил его в своей жизни. Исцеление и избавительные силы искупления всегда доступны каждому из нас. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос, целитель наших душ. Я молюсь, чтобы каждый из нас принял решение откликнуться на призыв Спасителя. покайтесь в ваших грехах и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...